Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Андрей вновь обнаружил сына спящим в гостиной. Комнату наполнил привычный запах перегара, исходивший от 22-летнего Толика, что привык лишь пропивать деньги отца. У Андрея было свое производство напитков, которое приносило огромный доход, но мужчина никогда не относился к этому как должному. За свое дело он стоял горой и лично контролировал весь процесс на производстве, частенько внезапно появляясь перед сотрудниками с проверкой. Анатолий же жил не тужил на всем готовом. Андрей переживал, что в какой-то момент упустил воспитание сына, поэтому тот и вырос таким разгильдяем. «Вставай, бездельник», – мужчина потряс Толика за плечо, но тот лишь отмахнулся. Он выпил слишком много накануне, чтобы так легко проснуться. «Вставай, кому говорю, разве тебе не пора на учебу? Сегодня не воскресенье». «М-м-м», – промычал Толик и отвернулся, но Андрей не сдавался. Он растолкал сына и заставил того сесть. Парень сонно хлопал глазами, понимая, что отец не оставит его в покое. «Иди в душ и марш на учебу. Я за твою сессию больше платить не собираюсь. В прошлый раз целый учебный корпус на мои деньги отремонтировали. Слишком дорого мне обходится твое безделье». «Пап, че ты с утра не в духе? Сегодня не очень-то важные пары. Я лучше дома останусь». «Никаких дома. Я позвоню через час. И если ты будешь здесь, я заставлю насильно погрузить тебя в машину и выбросить перед университетом». Андрей с недовольством наблюдал, как Толик шаткой походкой направился в свою спальню, чтобы привести себя в порядок. Ему следовало быть строже с сыном, чтобы он не вырос в такое безобразие. Последнее время он все чаще задумывался, что посвятил всего себя бизнесу, а не семье. Супруга Андрея, Оксана, будучи ровесницей мужа, выглядела отлично в свои сорок пять, но никак не могла принять тот факт, что неизбежно стареет. Различные инъекции красоты помогали ей поддерживать светущий внешний вид, но свежесть все же блекла. «У Ольги второй подбородок висит, ты заметил?» – обсуждала Оксана жен друзей Андрея после каждого выхода в свет. «Они такими деньгами ворочат, а додуматься до похода к косметологу не могут. Известные же люди, всегда в центре внимания». «Разве это так важно?» – удивлялся Андрей, не понимая помешательства жены лишь на своей красоте. «И Петя, и Оля – замечательные люди. Какая разница, на что они тратят деньги? Не все ж только об одежде думать и масках для лица». «Ничего ты, Андрюш, не понимаешь», – перебивала его Оксана. «Это тебе повезло с хорошими генами, ты-то еще ого-го». В вопросах о будущем Анатолия Оксана и Андрей тоже редко сходились во мнениях. Мужчина считал, что сын слишком обеспечен и должен нести ответственность за свою жизнь, задуматься о женитьбе. «Он еще совсем ребенок, ну какая невеста?» – не понимала супруга Оксана. «К чему ему сковывать себя узами брака? У него все есть, дай ему поразвлекаться». «Да пусть хоть свяжется с нормальной девушкой, приведет ее в дом, с нами познакомит», – не отступался Андрей от своего. «А вешаются на него разные красотки, чтобы красиво погулять и получить дорогие подарки. Приличных рядом что-то не видно». «Ну и пусть», – хмыкала Оксана. «Он мужчина, не ему честь свою беречь». «Ксюш, дело именно в том, что он мужчина», – начинал злиться Андрей. «Он мой единственный наследник, должен интересоваться делами, набираться опыта в управлении бизнесом, а у него одни игрушки на уме. Я не подпущу его к делам, пока он не наберется ума. Не для того всю жизнь положил, чтобы потом все развалилось». Оксана одаривала супруга многозначительным взглядом. «Ты слишком требователен и к себе, и к остальным. Мы не обязаны быть такими же педантами, как ты, Андрей. Раньше ты был активным, веселым, а теперь – весь в своих бумажках и на телефоне целыми днями. Ты напоминаешь крота из дюймовочки, который кроме своих богатств ничего не видит. Ты стал скучным и нудным, постоянно только на мозги капаешь по поводу учебы и работы, а мне – по поводу нашего бестолкового сына. Задумайся, может, тебе отдохнуть надо? Мы давно не были вместе в отпуске». Подобное заявление ранило Андрея. Он всего себя посвятил тому, чтобы обеспечить семье безбедную жизнь, а его еще и кротом обозвали. Как сделать тестью дорогостоящей операции на сердце, так Андрюше помоги. Как теща раскошелится на дорогостоящее протезирование зубов, так всем сразу нужна его помощь. Занудой себя Андрей никак назвать не мог. Да, он был строг и требователен, когда дело касалось бизнеса, но без этих качеств он бы никогда не достиг успеха. Вряд ли бы Оксана согласилась жить на зарплату обычного офисного клерка или слесаря. Андрей не собирался отказываться от своих слов. Он хотел, чтобы Анатолий остепенился и взялся за ум. Самым действенным способом ему казалось женитьба. Он стал обзванивать знакомых и компаниям, даже составил список подходящих невест, с которыми Толику предстояло сходить на свидание. Выбирал по родословной образованию девушек, воспитанию и репутации семьи. Набралось около 20 кандидаток, которым бы могло понравиться благосостояние семьи Андрея. Сам он давно зарекомендовал себя надежным и профессиональным, чего нельзя было сказать о Толике. Жениться. Глаза Анатолия в ужасе расширились, когда отец передал ему папку с анкетами потенциальных невест. А я об этом раньше тридцати и не буду думать. Если хочешь, чтобы на счетах по-прежнему имелись миллионы, женишься. Не моргнув, заявил Андрей. Он предполагал, что сын начнет истерить и отпираться, помнил это по детству, но теперь его не удастся переиграть. Встретишься с каждой из этих девушек, и чтобы без фокусов. Если нагрубишь им или поведешь себя недостойно, чтобы их оттолкнуть, это отразится на делах фирмы, а я тебе этого не прощу. – Будь уверен, сынок, я не шучу. Мне надоела твоя разгульная жизнь. Если к концу этого года не найдешь себе невесту, можешь забыть о наследстве. – Но это несправедливо, – закричал Толик. – Ты даже не спросил, нравится ли мне кто-то. Я тебе не девицей сказок, чтобы по расчету меня женить. У меня свои предпочтения. – В этой папке достойные девушки, чью жизнь можешь омрачить только ты. Не заставляй меня повторять дважды. Анатолий таким строгим отца видел крайне редко. Он понимал, что Андрей не шутит и придется подчиниться. Но играть по чужим правилам парень не собирался. Он стал ломать голову, как бы отменить план отца и перевернуть ситуацию в свою сторону. Для начала решил уехать из дома, чтобы не чувствовать давление родительского авторитета и встретиться с друзьями. – Что, женушку тебе подыскали? – расхохотался Максим, лучший друг Толика и такой же мажор. – И что, какую выбрал? Фотку хоть покажи, вдруг я себе пассию выберу из твоих кандидаток. Но Толику весело не было. – Да уж, за таких пассиях родители нам ноги повыдергивают. Они же все нам ровня, их без последствий не обидишь. Да и отец сказал, что доступ мне к счетам перекроют, если я что-то выкину. Поделился он с унылым видом. – А че ты переживаешь? Решение проблемы ведь на поверхности. Начни встречаться с кем-нибудь, только не с этими. – махнул Максим в сторону папки. – Заплати какой-нибудь девушке, обговори с ней все, пусть подыграет тебе. Пару месяцев родокам попудрите мозги, типа вы идеальная пара, да и папка твоя успокоится. Ну и все будут счастливы. – Точно. – хлопнула Анатолий ладонью по барной стойке. – Макс, да ты гений. – Знакомых у меня много. Так, сейчас поищем подходящую. – Поищи среди моделей. Они же вроде как актрисы должны владеть актерской игрой, – посоветовал Максим. После разговора с другом Толик почувствовал облегчение. Неужели ему удастся обвести отца вокруг пальца? У него сразу загорелись глаза, а пальцы тыкали в экран смартфона, перебирая профили соцсетей знакомых девушек. Наконец, он связался с Аленой и объяснил свою проблему. Девушка согласилась ему подыграть. Следующим утром Анатолий проснулся рано, да и домой он вернулся трезвым. Родители озадачило ранние встречи с ним за завтраком. – Чего ты такой довольный? – с прищером глянул Андрей на Толика. – Хочу сообщить вам радостную новость, – с улыбкой ответил тот. – Надо же. – Андрюш, ну чего ты сразу кидаешься на него? – Оксана поцеловала Толика в щеку. – Говори, сынок, что там у тебя? – Я хочу познакомить вас со своей девушкой. Ее зовут Алена. Она модель и очень успешная. Денег ей от нашей семьи не нужно. Она сама строит карьеру и не хочет ни от кого зависеть. На одном дыхании проговорил Толик. – В эту пятницу пройдет показ мод. Там и познакомитесь. Андрею показалось, что он ослышался. – Модель, ты никого получше найти не мог? – Я ведь тебе сказал. – Андрей, ну хватит уже. – прервала его супруга. – Все тебе не так. Ты ведь даже не знаком с этой Аленой. Дай детям шанс, а? Вдруг это любовь? Оксане нравилось, что ее потенциальная невестка вращалась в модных кругах. Она и сама следила завеяниями моды. Носила трендовые наряды, закупалась в самых дорогих бутиках. Если девушка кажется реально толковой, Оксана с гордостью представит ее подругам. Уж те-то точно обзавидуются. Несмотря на недовольство, Андрей все же решил составить Оксане компанию и посмотреть на эту Алену. Богемная обстановка модных показов всегда казалась ему фальшивой и неприятной. Скопление модников, ведущих беседы о том, что, по мнению мужчины, было абсолютно бесполезным, наводило на него тоску. Вот, вот Алена, прошептал с восторгом Толя, когда мимо них по подиуму прошла высокая стройная красавица с длинными золотистыми волосами. Отличный вкус, сынок, ответила Оксана, а Андрей промолчал. Он не мог судить об избраннице сына лишь по одной обложке, но и при личном общении особого впечатления она не произвела. Позже, во время фуршета, Толик представил Алену родителям, а та никак не могла отлипнуть от парня, наигранно улыбаясь. «Вы потрясающе выглядите», — восклицала Алена в адрес Оксаны, хваляя ее выбор одежды для модного мероприятия. «Истрижка вам очень идет, она идеальна для вашего овала лица». «Спасибо, дорогая. Ты была просто сногсшибательна на подиуме, и я даже не запомнила других моделей». Андрей оглядывал собравшееся общество, устав от льстивых разговоров. Супруге Алена явно понравилось. Они сразу нашли общие темы, не обращая внимания на мужчин. «Хоть сделай вид, что ты рад за меня», — сказал ему Толля, возникнув перед носом. «Не нравится мне этот маскарад», — вздохнул Андрей. «Сколько ты знаешь эту девушку? Вы действительно без ума друг от друга? И, по-твоему, она тебе подходит?» «Пап, просто доверься мне. Ты и хотел, чтобы я связал себя отношениями. Я это сделал. Прислушался к тебе», — с невинным видом сообщил Толе. «Дай нам время, не руби с плеча». «Ладно», — выдохнул Андрей. «Вы пока пообщайтесь, а я выйду проветриться. Меня эта пафосная обстановка выводит из себя». Андрей настолько углубился в свои мысли, что в просторном Холли столкнулся с уборщицей. «Простите ради бога», — пропищала молоденькая девушка в униформе и в кепке, когда грязная вода из ее ведра выплеснулась в опасной близости к мужским брюкам. «Ничего страшного, вы меня не задели. Я сам виноват, не смотрел, куда иду», — проговорил Андрей и вдруг замер. Людмила, как было написано на бейдже, очень напомнила ему его первую любовь. Она не была копией светы, но весь облик и улыбка навеяли Андрею мысли о незабываемом романе молодости. «Гарина, Людмила», — строго окликнула Люду деловая женщина. «Чего застыла? Не отвлекай наших гостей». «Все в порядке», — тут же отозвался Андрей, услышав знакомую фамилию. «Мне нужна была помощь». Людмила носила фамилию Светланы. В мыслях Андрея все перевернулось. Он во все глаза уставился на девушку со знакомой родинкой над губой, как у него самого. Таких совпадений не бывает. «С вами все в порядке? У вас что-то болит?» — Люда взволнованно заглянула ему в глаза. Толик решил продолжить знакомство в более уютной атмосфере и хотел отвезти всех в семейный ресторан. Отца он обнаружил в холле. Тот нежно улыбался какой-то простушке, что работало в этом здании. Толик не хотел шпионить, но картина его насторожила. Что могло Андрею понадобиться от этой молодой сотрудницы? Анатолий понаблюдал за отцом еще несколько минут, пока тот не попрощался с незнакомкой. Парень решил не показывать вида, что что-то заметил, и направился обратно к матери. Раньше он никогда не думал о том, что отец мог бы заинтересоваться в ком-то еще из женщин, кроме его супруги. Он часто задерживался на работе и был уставшим от постоянного сидения в кабинете или дома перед ноутбуком. Но еще ни разу сын не задумывался о том, что у отца могли быть интрижки. «Ваша фамилия Гарина?» — спросил Толик у Людмилы, на ходу придумывая, как бы побольше разузнать о ней. «В школе у меня был близкий друг, Гарин Вадим, но много лет назад мы потеряли связь. Я даже не представляю, как его найти. Нет у вас в родственниках такого?» Люда отреагировала простодушно, не почувствовав подвоха. Она натурально нахмурилась. «Мама мало рассказывала о родственниках, неохотно. Гарина ее фамилия, а отца я своего не знаю». «Может, мой одноклассник ваш дядя?» «Вряд ли, конечно, но я могу спросить у мамы». «А живете вы только с мамой? Могу я как-то связаться с ней и узнать побольше о вашей фамилии?» «Конечно. Можете прийти к нам в гости». Люда продиктовала Андрею адрес, торопясь вернуться к работе. «Мы живем втроем. У меня сынишка маленький. С мужем неужели растим вот сенечку с мамой?» Возвращаясь к семье, Андрей хотел скрыть то, что с ним случилось нечто необычное. На душе пели птицы от мысли, что Люда могла оказаться дочерью Светы, а возможно и его. Он всегда хотел девочку, да и Толик не оправдывал его надежд. А Люда показалась ему такой искренней, такой открытой и доброй, что Андрею долго не удавалось подавить счастливую улыбку. Его раздирали противоречивые мысли. «Почему Светлана за столько лет не дала о себе знать? Почему ничего не сказала о ребенке? Да, расстались они не очень-то хорошо, но ведь девочка в этом не виновата». Со Светой Андрей познакомился на первом курсе института. Сама она была детдомовская, поэтому многие не хотели иметь с ней дел. Андрей тоже поначалу отнесся к ней с пренебрежением. Тогда он дружил с компанией, что была высокого о себе мнения, но все изменилось в один момент. Во время новогоднего мероприятия в местном доме культуры Андрей пригласил на танец девушку, которая нравилась местному хулигану. Для всех Валентина была неприкосновенной, но это его не волновало. В итоге, после праздника Андрея подкараулил тот самый отморозок с дружками и повалили на снег. «Стойте, стойте, сволочи, что же вы делаете?» – закричал кто-то со стороны. Андрей не ожидал, что перед тремя безбашенными парнями появится хрупкая, но упрямая Света, которая научилась стоять за себя в детдоме. «А ну, брысь отсюда! Пошли! Я сейчас как закричу, что милиция мигом приедет!» Нападавшие переглянулись между собой и решили, что с Андреем хватит. Они удалились быстрым шагом, оставив Свету и Андрея наедине. Девушка помогла ему подняться и добрести до остановки. От обработки ссадин он отказался, не хотел показаться слабаком, но с тех пор всюду ходил за Светой. Пытался как-то ей отплатить, затыкал сплетников, что распускали они слухи. Постепенно между молодыми людьми зародились чувства. Но вместе они были недолго. Оказалось, что одной романтики мало. Нужно уметь слышать и слушать друг друга. «Андрей, мы совершенно друг другу не подходим», — постоянно повторяла Света. «Ты всегда решаешь за меня, что мне делать, как себя вести, с кем общаться». «Но я ведь за тебя волнуюсь, потому что люблю». «Тебе не нравится моя забота?» — искренне недоумевал Андрей. «Твоя забота переходит все границы. Ты не просто защищаешь меня, ты меня ограничиваешь. Я же прожила как-то без твоей опеки и умею за себя постоять. Я не нежный цветочек, с которым нужно так возиться. Мне не хватает свободы. Я будто не дышу полной грудью все эти месяцы рядом с тобой». «Значит, я тебя сковываю». «Отлично», — разозлился Андрей. «Давай, поживи сама, раз такая самостоятельная». Но Андрей не ожидал, что Света исчезнет из его жизни навсегда. Поначалу он решил, что она назло ему избегает его в коридорах института и старается не попадаться на глаза. А затем от общих друзей узнал, что Света бросила учебу. О дальнейшей ее жизни ему ничего не было известно. От внимания Оксана не укрылась, что супруг вернулся с улицы какой-то довольный. «Что случилось, дорогой? Ты вдруг понял, что Алена может стать хорошей партией для Толика?» — улыбнулась она в надежде на положительный ответ. «Не уверен», — уклончиво ответил он и заметил на себе взгляд сына. Толя подозревал, что приподнятое настроение отца делало рук той технички из холла. «Интересно, что такого она сказала, что отец весь засиял?» В ресторане настроение Андрея значительно испортилось. Алена никак не могла завоевать его доверие, хоть и очень старалась. Они с Толей картинно обнимались, обменивались ласковыми прозвищами, держались за руки. Но Андрей не видел в их действиях искренности. Девушка была красивой и могла бы преуспеть в своей профессии. Андрей не мог отрицать, что при более близком знакомстве она бы показалась ему интересной, порядочной, но он не мог отделаться от мысли, что Алена повисла бы на любом мажоре, который поманил ее кредиткой. Для нее отношения с сыном были счастливым билетом. Карьера модели не длится вечно, а вот брак с состоятельным человеком был для нее отличной перспективой. «Мне Алена понравилась», — заявила Оксана, когда пара отделилась от родителей. Зря ты волком на нее смотрел. «Посмотрим», — нехотя ответил Андрей. «Если у них сложатся хорошие отношения, я не буду против. Но что-то мне подсказывает, что они это несерьезно». Через несколько дней, когда у Андрея появилось свободное время после успешной деловой встречи, он решил, что пора наведаться к Гариным. Адрес он хранил под крышкой телефона, чтобы всегда был при себе и не вызывал никаких вопросов. Во время телефонного звонка Люда подтвердила, что она дома и свободна. Андрей направился в гости без раздумий. С пустыми руками ехать не стал, поэтому заглянул в кондитерскую и купил в качестве десерта несколько нежных пирожных. Преодолевая сильное волнение, Андрей натянул на лицо улыбку и позвонил в дверь. Квартира располагалась на четвертом этаже обычной девятиэтажки, каких в городе были сотни. Через несколько секунд перед ним показалась Люда. Здравствуйте, проходите пожалуйста. Добрый день, отозвался Андрей и прошел в коридор. Он разулся, вручил хозяйке квартиры пакет с гостиницами и ушел за ней на кухню. На Люде было простое домашнее платье из хлопка, в котором она еще сильнее напоминала Андрею Свету. Знакомьтесь, это моя мама Надежда, а это Андрей Михайлович. Очень приятно, обменялись присутствующие любезностями. Андрей сразу понял, что что-то не так. Надежда явно не была Светланой. Пусть по каким-то причинам она и могла сменить имя, но не внешность. В лице женщины напротив Андрей не смог бы найти черт своей первой любви, даже если бы очень сильно постарался. Все сели за стул. Людмила была обходительной, предложила гостю отобедать, но тот согласился лишь на чай. В самом начале разговора стало понятно, что выдуманный друг Андрей и Вадим не имеют никаких родственных связей с Надеждой. «Может, вы хотите отдохнуть?» – после перекуса спросила Люда. «Пойдемте в зал на диван. Покажу вам Сенечку своего, он скоро проснется». «С удовольствием познакомлюсь с вашим мальчиком». «У меня тоже сын, правда, уже здоровый, обалдуй», – рассмеялся Андрей. Он с самого начала заметил, что Надежда в его присутствии ведет себя настороженно. Она следила за его жестами, взглядами. А когда Люда предложила посмотреть фотоальбом, и вовсе хотела этому помешать. «Ну что ты, доченька, неужели Андрею Михайловичу будет интересно рассматривать снимки совершенно незнакомых людей?» «А я с удовольствием», – сразу отреагировал мужчина. Он хотел увидеть Надю молодой, чтобы сравнить с образом юной Светланы, сохранившимся в его памяти. Но Надежда совсем не была на нее похожа. Маленький Арсений наслаждался послеобеденным сном. Его не потревожили разговоры взрослых, и он так и не познакомился с Андреем. «Что ж, спасибо за гостеприимство», – засобирался он домой, поняв, что встреча затянулась. «Приходите к нам еще, с вами очень интересно», – ответила Люда с яркой искренней улыбкой. Надежда не разделяла ее восторга. Она не казалась холодной, неприветливой, скорее испуганной. Визит Андрея явно выбил ее из колеи. Перед выходом он напросился в уборную и, не контролируя себя, снял с расчески несколько волос для теста ДНК. Он видел, как расческой пользовался Люда, и не мог сдержаться. Он хотел бы докопаться до истины. Пусть он и вел себя глупо, но знал, что не успокоится. Несмотря на то, что могло ждать Андрея впереди, у него остались приятные впечатления от встречи с Людой. Ему было жаль, что судьба не послала ей надежного мужчину, а Арсению – папу. Если подозрения в его отцовстве не подтвердятся, он все равно подыщет для Люды работу получше, чтобы она могла больше зарабатывать и чаще проводить время с маленьким сынишкой. Благодаря своему влиянию Андрей смог добиться результатов ДНК-теста уже через два дня. Из лаборатории ему позвонил старый приятель, совершивший процедуру тайно под измененными именами. «Ну что, друг?» – начал Алексей по телефону. «Могу тебя поздравить, ты отец». Андрей на мгновение растерялся, даже ожидая такой результат. «Ты уверен?» «Вот ты ученый человек, Михалыч, а такую ерунду спрашиваешь. Разумеется, уверен. Что я, зря здесь три десятка лет вкалываю?» «Леш, спасибо тебе огромное. С меня, Могарыч. Только ни одной живой душе, хорошо? Мне нужно еще все уладить», – попросил окрыленный новостями Андрей. Он думал, что у него от радости разорвется сердце. Люда, его родная дочь. У него все это время была дочь. Но как так получилось, что он совершенно ничего о ней не знал? Что случилось со Светой? Почему их ребенок, считает матерью, совершенно чужую по крови женщину?» Сосредоточенный на своих переживаниях, Андрей не заметил, что Анатолий последнее время пристально за ним наблюдает. Парня насторожило, что отец вдруг изменился. Вечно хмурый, усталый, он вдруг стал бодрее и воодушевленнее. Отец стал проверять чаще телефон, уходил из комнаты, если ему звонили, начинал насвистывать под нос какую-то мелодию. Оксана не удивилась такому поведению. Но Толик помнил ту сцену, где папа мило разговаривал с юной уборщицей. Толий сам посчитал ее симпатичной, если бы не тряпки, в которые она была одета. Он начинал волноваться, что отец действительно завел роман на стороне и обманывает их. От этой мысли парню становилось противно и тревожно. Он не хотел наговаривать на отца, не хотел верить в это, но и скрывать от матери свои наблюдения тоже не мог. Толя боялся стать предателем, умолчав о подозрениях. «Мам». Пришел он в родительскую спальню, когда отец уже ушел на работу. «Есть разговор, серьезный». «Это касается Алены?» Глаза Оксаны тут же загорелись. «Вы заговорили о свадьбе?» «Нет, дело в тебе и папе. Мне кажется, у него кто-то есть». «Да что за чепуха? Ты понимаешь, что ты о нашем папе говоришь?» Тут же осекла его Оксана с нервной улыбкой. «Да это немыслимо. Как это тебе только в голову пришло?» «Я не выдумываю. Я своими глазами видел, как он миловался с одной». Услышав историю, Оксана какое-то время молчала, глядя куда-то перед собой. Ее взгляд не мог сосредоточиться ни на одном предмете. «Бред какой-то», – прошептала она наконец. «Да не мог он, не мог же», – посмотрела она на сына. Толля сглотнул ком в горле. Он не мог видеть мать такой. Ему было больно за нее. Больно, что отец мог так поступить с ними. «Мам, ну это ведь не точно, нужно все проверить. Может быть, все не так, как я увидел?» «Надо, надо проверить», – вскочила Оксана с места. «Надо за ним проследить, узнать, кому он наведывается». «Уборщица, это ведь просто позор, что не мог приличную найти». Толику удалось кое-как успокоить мать и продумать с ней план действий, чтобы не спугнуть отца. Они планировали поймать его с поличным и потребовать объяснений. Андрей ожидал, что сразу заявится к люди и выложит ей всю правду. Только теперь, когда результаты были у него на руках, он растерялся. Не знал, как поступить. Стоит ли ему лезть в жизнь взрослой дочери со своей правдой? Будет ли она счастлива, узнав, что ее воспитывала чужая женщина? Может быть, Люда знает намного больше о своем прошлом, чем говорит? Андрей терзался мыслями несколько дней, прежде чем решиться на активные действия. С его стороны было бы неправильно утаивать от Люды правду. Не мог он решать, что и стоит знать, а чего нет. Его самого распирало от желания поделиться с кем-то своим секретом. У него была дочь. Только он не мог доверить это самым близким людям, жене и сыну. По крайней мере, не сейчас. Вначале Андрей решил поговорить с Надеждой. Она-то явно знала больше, чем хотела рассказать другим. Странно, что ее фамилия совпадала с фамилией Светланы. А ведь Андрей точно знал, что у Светы не было родственников. По крайней мере, она о них не знала. Надя замерла на пороге, увидев, кто нагрянул в гости без приглашения. «Вы? Вы не вовремя», проговорила она, опустив голову и пытаясь захлопнуть входную дверь. «Я все знаю», резко заявил Андрей. «Не смейте отпираться», придержал он дверь. «У меня на руках результаты ДНК-теста, и против него у вас не найдется аргументов». Надежда без слов распахнула дверь шире и позволила ему пройти. «Не думал я, что нас кто-то потревожит. Вы должны знать, я не со зла все это скрывала. Я люблю Людочку, люблю Сенечку. Дороже них мне людей нет». Усевшись за кухонным столом, Андрей приготовился слушать откровения Нади. «Он с трудом сдерживал в себе злость, ему хотелось завалить женщину расспросами, накричать на нее, обвинить в разлуке с ребенком. Но он не был человеком эмоций. Понимал, что любой поступок несет в себе определенный мотив». «Я знаю, что вы по молодости со Светкой встречались. Когда вы расстались, она уже была беременна Людочкой. Поддержки у нее никакой не было, вот она и бросила учебу. Чтобы как-то прокормиться, устроилась работать горничной к Золотареву Ивану Афанасьевичу. «А я его знаю», – прервал ее Андрей. Он слышал это имя, даже как-то пересекался, но близко знаком не был. Так вот, Иван Афанасьевич сразу в Свету влюбился. Ему было даже не важно, что она беременна от другого. Света тогда расклеилась совсем. Боялась за свое будущее. Чувствовал себя беспомощной, а тут такой уважаемый и богатый человек ее вниманием окружил. Ее такое отношение очень подкупило. Она знала, что с ним она будет как за каменной стеной. Начались ухаживания. Поначалу Светка от Ивана Афанасьевича морозилась, все вас вспоминала, хотела брак по любви. А я ей сказала, что такого мужчину отвергать нельзя. Раз в жизни выпадает шанс прожить такую жизнь, было бы глупо его упускать. Не знаю уж, полюбила она его в итоге или нет, но предложение руки и сердца приняла. Свадьба была скромной. Живот тогда у Светки был приличный. Хоть она и перешла теперь из разряда прислуги в хозяйске, но общалась со мной по-прежнему доверительно. Однако Иван Афанасьевич был не так прост. Когда Свете пришло время рожать, он настоял на домашних родах, пригласил врачей, подготовил оборудование, комнату. Объяснял это тем, что в родных стенах Свете будет спокойнее, и она согласилась. Но накануне позвал меня к себе. Я редко встречалась с ним один на один, не знаю, как Светке удалось его покорить, потому что Иван Афанасьевич и раньше-то не общался с прислугой. У меня есть к тебе просьба, опасная, но я щедро заплачу. Сразу перешел он к делу. Свету я люблю, но лишь ее. Чужой ребенок мне не нужен, и я никогда его не приму. Твое дело – исчезнуть с девочкой и больше никогда не появляться в жизни Светы. Никоим образом не связываться с ней и ничего не рассказывать о жизни ребенка. Но это жестоко, охнула я. Меня поразила мысль о том, что Иван Афанасьевич так сильно желал Свету, так любил ее, берег, но хотел причинить ей такую боль. Никому такого не пожелаешь. Я обо всем позабочусь. У тебя будет своя квартира, ежемесячная выплата, можешь даже не работать. Только исчезни и забери ребенка. О большем я не прошу. Настоял Иван Афанасьевич. Я тогда была глупа и ведома, призналась Надежда Андрею. Меня интересовали деньги, да и авторитет настолько богатого человека не позволял мне отказаться. Я боялась, что в случае, если скажу нет, он как-то избавится от меня, чтобы я не разболтала о его намерениях. В конце концов, у меня просто не было выбора. Я согласилась. Конечно, вначале я не знала, что делать с Людочкой, не имела дел с такими маленькими детьми, не умела ухаживать, не готова была становиться матерью. Я часто плакала, представляя, как страдает Света, как ищет свою дочь. Это мой самый большой грех. Но отступить я не могла. Если бы я созналась, меня бы наверняка посадили в тюрьму. Иван Афанасьевич бы позаботился, чтобы я никогда больше не появилась у них на пути. Я знаю таких людей и знаю их методы. Пришлось даже сменить собственную фамилию на фамилию Светы, чтобы у нас с Людой были одинаковые. «Двадцать лет я растила дочь. Я по-настоящему полюбила ее. Я считаю ее своей. Пусть у меня и нет на это прав». С горечью произнесла надежда, боясь смотреть Андрею в глаза. Перед ней сидел человек, который мог вырастить Людмилу, который имел право называться ее родителем. Она не была готова, что ее раскроют. Не спустя столько лет. Несколько лет назад деньги от Ивана Афанасьевича перестали приходить. Я решила, что он умер, но так и не смелилась рассказать Свете. Я бы не смогла. Не смогла показаться ей на глаза и заявить о таком. Но я никогда не обижала Людочку. Мы жили душа в душу. Я все для нее делала. Я надеюсь, что вырастил ее хорошим человеком и желаю ей только счастья. Возиться с Сенечкой тоже для меня счастье. Мы живем скромно. У меня уже не то здоровье для работы. Боль в суставах мучает. Вот Людочка одна и отдувается. А за внучком я смотрю». Надя огорошила Андрея правдой. Он не думал, что у Светланы могла быть такая судьба. Она перенесла ужасную потерю, а он ничего не знал и построил собственную судьбу. Как такое могло быть? Почему он ни разу не поинтересовался? Андрей предполагал, что будет рвать и метать после объяснений надежды. Но мужчина был опустошен. Он ведь понятия не имел, что его ждет и какую историю скрывала эта женщина. Понимал, какими жестокими и пугающими могут быть влиятельные люди. Он не раз имел с ними дело. Только Андрей мог им противостоять. А Надя была для таких людей лишь пылью. «Вы уже получили свое наказание. Неожиданно для самого себя он взял надежду за руку. Вы столько лет несли на душе груст тайны и страха. Вы не могли никому рассказать, ни единой живой душе. Это сложно даже представить. Вы очень сильная и храбрая. Не отказались от Люды, не отдали ее в приют, а могли бы. Вы стали для нее мамой, которой она заслуживала. И я не имею права на вас злиться, потому что я не был ей отцом. Даже не знал, что она родилась и росла наравне с моим сыном». «Спасибо вам большое», — схлипнула Надежда и спрятала лицо в руках. «Я не думала, что вы меня поймете». Готовилась к крикам и унижениям. «Но Люда должна узнать обо всем. Нужно ей рассказать». Андрей какое-то время сидел в машине перед собственным домом. Ему не хотелось показываться на глаза родным в таком виде. Он знал, что у него все на лице написано, а дома сразу забьют тревогу о его состоянии. Но врать он не хотел. Он представлял, как расскажет обо всем Оксане, как представит ей дочь. Появление Людмилы многое изменит, но Андрей к этому был готов. Он больше не позволит родной дочери существовать на одну лишь зарплату уборщицы. Он сделает для них с Арсением все необходимое. Они ни в чем не будут нуждаться. Андрей был одержим мыслью о Светлане. Он должен был рассказать ей, что Люда жива, что у них есть дочь и что он обо всем знает. Он быстро выяснил, что Иван Афанасьевич действительно скончался три года назад. Мужчина был старше Светы и давно страдал от болезни сердца. Жила она в соседнем городе и имела свой пищевой бизнес. Владела сетью уютных кофеин, в которых сам Андрей даже бывал пару раз во время деловых поездок. Оказалось, Света теперь сама руководила бизнесом и жила только им. Из скудных источников ему удалось узнать, что детей у них с Иваном не было. Света смирилась с пропажей дочери и жила только бизнесом. Андрею бы не хотелось появляться перед Светланой словно гром среди ясного неба. Но начинать настолько серьезный разговор по телефону было просто неприемлемо. Он разузнал адрес главного офиса и заявился туда без предупреждения. «Нет, я не записывался. Мне нужно увидеть Светлану Васильевну немедленно», заявил Андрей секретарю перед дверью кабинета Светы. «Я по деловому вопросу и ждать я не намерен. Мое предложение ограничено по времени». «Что здесь происходит?» На шум и протесты секретаря Светлана сама вышла из кабинета и замерла при виде гостя. Она почти не изменилась. Да, стала старше, выглядела стильно, но одевалась сдержана. Стало ясно, что она тоже узнала Андрея. «Не ожидала увидеть тебя снова», произнесла она с дежурной улыбкой, которой пользовалась на работе. «Я и сам не ожидал, но обстоятельства». Полина повернула Светлана к секретарю. «Ко мне никого не пускать, совсем никого». «Так что тебя привело?» – спросила она, усаживаясь на кожаный диван и указывая Андрею на диванчик напротив. Между ними был стеклянный журнальный столик, какие-то папки и журналы на нем. Андрею стало жаль эту уверенную, сдержанную женщину, которой предстояло узнать правду. «Должно быть, ты думаешь, я пришел сказать, что мне жаль, что ты красива. Может быть, ты готовишься услышать мою личную историю, но дело в том, что мои слова тебя ранят. Прости, но я должен тебе все рассказать. Твоя наша дочь, наша Людочка жива. Я знаю ее, знаю, где живет, и я с ней виделся». Лицо Светланы мгновенно помрачнело. Казалось, она больше ничего не видит и не слышит вокруг себя. Андрею стало страшно, что сейчас начнутся слезы или хуже – истерика. Но Света лежала в ладонях под дол юбки карандаша. «Я нашел ее случайно. Не предполагал, что у нас есть дочь. Она так на тебя похожа. А глаза у нее мои и родинка над губой. Ты бы видел ее. Ты должна ее увидеть». Андрей быстро пересел к Свете и прижал ее к себе. «Не молчи. Если хочешь, плачь, кричи, хочешь, побей меня. Если бы я только знал, что у нас будет дочь, я бы ни за что так тебя не обидел. Я виноват, был глупым юнцом. Прости меня, прости, пожалуйста, милая». Он стал покачивать Свету из стороны в сторону, а потом услышал, как она зарыдала. Он сжал ее еще сильнее, позволяя ощутить себя в безопасности. Света выплакивала все свое горе и облегчение, копившееся годами несколько минут. Андрей больше не пытался добиться ее милости, не выставлял себя главным злодеем или пострадавшим. Он просто был рядом. Он знал, как это важно. «С Ваней я могла бы стать самой счастливой женщиной», призналась позже Света. Он выполнял каждый мой каприз, задаривал подарками, давал полную свободу. Но после исчезновения Людочки больше ничто не доставляло мне радости. Первые несколько лет я была безутешна. Потом научилась замечать окружающий мир и потихоньку ожила. Ваня прыгал передо мной, чтобы привлечь мое внимание. Не знаю, любил ли он меня, раз позволил себе лишить самого дорогого. Ему повезло, что его больше нет. Я даже не представляла, с каким человеком я живу. Андрей уговорил Свету не терять головы. Она согласилась прийти в себя и только тогда мчаться на встречу с Людмилой. Они проговорили еще пару часов. «Как думаешь, она нас примет?» Обратилась Света к Андрею в автомобиле. Они ехали к Людмиле и Арсению, чтобы заявить о себе, как о родителях. «Тебе, конечно, а со мной совсем другая история», ответил тот с грустью. «Она могла всю жизнь представлять, как выглядит ее отец. Ты ей нужен». «Поверить не могу», — вдруг улыбнулась Светлана. «У нас есть дочь. И мы с тобой бабушка и дедушка, представляешь? Я не знаю, как себя вести, ведь ничего не понимаю в детях. У меня даже не было возможности стать люди настоящей мамой. Но именно ты ее родила. Ты имеешь право любить ее и знать. И ты ни в чем перед ней не виновата». Андрею хотелось уменьшить боль Светланы. Некоторое время они молчали. Каждый думал о своем, но волновало их одно — время, которое они потеряли. Ведь все могло сложиться по-другому. Они могли бы не расставаться и быть настоящей семьей, растить дочь и дать ей совершенно иную жизнь. Андрей еще на лестничной клетке заметил, что дверь в квартиру Надежды и Люды не заперта. «Почему тут открыто?» Света перевела на него недоумевающий взгляд. Боясь, что случилось что-то плохое, она ворвалась внутрь и застала в гостиной Оксану и Анатолия». Надя держала внука на руках с испуганным видом и гладила его по волосам. «Что вы здесь делаете?» — разозлился вмиг Андрей. «А, вот и он. Конечно. Куда ж ты без своей ненаглядной? Что, приехал навестить любовницу? Это твой?» Оксана кивнула на Арсения, для которого в привычной обстановке собралось слишком много незнакомых взрослых. «Пап, это правда?» — шагнул вперед Толя. Он не мог поверить в двойную жизнь отца. Его голос казался таким отчаянным. «Света», — заметила ее Надежда и сильнее прижала к себе ребенка. Женщины переглянулись и обе заплакали. «Это мой мальчик?» — потянулась Светлана к Арсению. «Я требую ответов. Что ты здесь делаешь?» — кричала Оксана на мужа. «Та девка твоя любовница?» «Где она?» — спросила Андрея у Надежды. «На нее налетели. Я ничего не сообразила. Она выбежала из дома. Не знаю, куда». — протараторила та. «Люда наша дочь», — заявил Андрей семье. «Если с ней что-то случится, я вам этого не прощу». «Как дочь? Откуда?» — опешил Толя. «Вечно ты лезешь, куда не просят», — зашипел Андрей на супругу. «Все делаешь из-под тишка. Интриги какие-то крутишь. Нет, чтобы спросить напрямую. А решил опозорить мое имя и устраивать скандалы? Неужели у тебя в голове совсем ничего, кроме мысли о статусе и романах?» «Порой я поражаюсь, как вообще на тебе женился». «Папа, прекрати так говорить с мамой». Толик неожиданно толкнул отца в грудь. Надежда с сеней отошла назад, чтобы не попасться под руку. Ее трясло от поведения незваных гостей. Андрей настолько переживал, что перестал контролировать себя и уже замахнулся на сына. Неблагодарный малец. «Потом, Андрей, все потом», — схватила Светлана его за рукав. «Нужно найти Люду, пойдем». Сердце Андрея колотилось. Он не мог успокоиться. В голове засела предчувствие, что Люда в опасности. Он просто бежал вперед, не разбирая дороги. Светлана еле поспевала за ним. «Ты садись в машину», — крикнул он ей, отдав ключи. «Осмотри окрестности, а я пробегусь по ближайшим улицам. Далеко она уйти не могла». «Боже, не представляю, в каком сейчас состоянии наша девочка». У Светы подкосились ноги. Она едва могла себя контролировать. «Свет, держись, слышишь?» — Андрей ухватил ее за плечи. «Мы нужны нашей дочери и должны ее найти, поняла?» «Да, да, я все сделаю». Оба не помнили, как действовали. Они просто поддались родительскому инстинкту и всеми силами желали отыскать Люду. Света резко затормозила, увидев перед собой карету скорой помощи. Ее обдало холодной волной плохого предчувствия. Она выскочила из машины и подбежала к фельдшеру, что грузил в автомобиль молодую женщину на носилках. «Стойте, подождите». Свете хватило одного взгляда, чтобы узнать дочь. «Родинка. Такая же красовалась над губой Андрея в том же самом месте. Сомнений не было. Пострадавшая их дочь». «Боже, что с ней?» «Прошу вас, отойдите назад. Срочная госпитализация. Вы кто?» «Я? Я ее мать». «На вашу дочь был совершен наезд. У нее травма головы. Подробнее сможем сказать после полного обследования. Езжайте следом, если хотите». Светлана подобрала Андрея по пути. Он был расстроен тем, что никто из прохожих не видел Люду. Но новость от Светланы заставила его схватиться за сердце. «Господи, хоть бы все было хорошо. Давай я поведу». В больнице Андрей и Свету ждал новый удар. Людмила впала в кому. «Мы не можем устанавливать сроки, когда ваша дочь очнется и произойдет ли это вообще?» Говорил взволнованным родителям врач. «Вы должны быть сильными». Они навещали Люду ежедневно. Надежда и Арсений сидели у ее кровати, заливаясь слезами. Мальчик очень скучал по маме. Постоянно ее звал, не понимая, почему она так долго спит. Столкнуться со Светланой и Андреем было для Нади тяжелее. Им предстоял серьезный разговор. «Знаю, что ты не хочешь меня видеть», — обратилась Надежда к старой подруге. «Но я тоже ее мама. Я была с ней все эти годы, и мое сердце тоже разрывается». «И ты это заслужила. Теперь ты знаешь, что я чувствовала тогда, когда ты украла мою девочку», — говорила Света с жестокостью в голосе. «Не проси тебя простить. Я не могу об этом думать и видеть тебя не могу». Андрей дома почти не появлялся. Он интересовался делами по телефону, передав на время контроль своим заместителям. Важнее для него было благополучие дочери. Он проводил много времени со Светой. Они нашли опору друг в друге. Несмотря на начальный шок, Светлана смогла взять себя в руки и утешить его, вселить Надежду и веру. «Все будет хорошо. Она обязательно очнется. Это неправильно. Мы не потеряем ее второй раз», — повторяла она, прижавшись к Андрею. Арсений, с позволения Надежды, общался со своими родными, бабушкой и дедушкой. Он оказался застенчивым, но шустрым. Близость с семьей помогла ему отвлечься от нужды в материнском внимании. Вернувшись домой впервые за четыре дня, Андрей застал там хаос. Оксана была в бешенстве из-за появления в жизни супруга дочери. Она ощущала себя уязвимой. «Почему ты мне сразу не сказал?» — закипела она, как только увидела мужа. «Почему скрывал? Как давно ты это знал? Толик видел тебя с этой пигалицей». «Не смей так о ней говорить. Люда не какая-то дешевка. Она мой ребенок. И у меня есть внук, к твоему сведению. От своей семьи я не откажусь. Хочешь ты этого или нет, но придется смириться». «Смириться?» — охнула женщина. «То есть ты просто ставишь меня перед фактом? Тебе совсем на меня плевать?» Оксана разбила очередную изящную статуэтку, чтобы показать степень своего недовольства. «Тогда у меня тоже есть для тебя новость. Толик, не от тебя. У меня был роман в начале нашего брака. Можешь проверить. Так что поздравляю, дорогой. Ты воспитывал чужого сына, не предполагая, что я тебя рога наставила». Андрей ничего не ответил. Он посмотрел на жену глазами, полными недоверия. «Какая же ты!» — тихо сказал он. Ругаться ему не хотелось. На него столько всего навалилось, что сил уже не осталось. Оксана надеялась на бурную реакцию, хотела вывести его на эмоции и напряженно ждала. Но ей не удалось получить желаемого. «Убирайся из моего дома», — сказал Андрей, не глядя на супругу. «Больше ты здесь никогда не появишься». Андрей заперся в своем кабинете с бутылкой крепкого алкоголя и позволил себе напиться до невменяемого состояния впервые за многие годы. Раньше он часто избавлялся от стресса, сидя с друзьями поздним вечером, но потом понял, что эта привычка губительна. Он не помнил, как позвонил Светлане и что ей наговорил, но та примчалась сразу же. «Не смей мне указывать», — слышал Андрей голос Светы где-то в тумане уставшего сознания. «Вы не можете приходить в этот дом, когда вздумается», — преследовал Толя гостью, не сумев принять непростое прошлое своих родных. «Я сюда не для забавы пришла», — отрезала Света. «Тебе стоит быть внимательнее к отцу. Твоя мать не единственный родитель, которому досталось от жизни. Полюбуйся». Она раскрыла дверь кабинета. Андрей уснул на неудобном диване, на полу стояла пустая бутылка, а все, что стояло на столе, было растерзано и разбросано. «Папа», — Толик подскочил к отцу и стал трясти его за плечи. «Этого мало», — заметила Света. «У него может быть алкогольное отравление. Нужно промыть желудок. Я вызову скорую, а ты посиди с ним». Сидя бок о бок в больничном коридоре, Светлана и Толя смирились с обстоятельствами, что свели их. «Понимаю, тебе больно», — сказала Света. «Но ты больше не ребенок, а твои родители отдельные люди со своими проблемами. Они разберутся. Не вставай не на чью сторону и не делай с кого-то врага. Они по-прежнему будут тебя любить». «Вы правда не видели свою дочь 20 лет?» — спросил Толя. «Правда. Но надеюсь, что мы еще познакомимся». Анатолий смягчился и принес ей стакан кофе. Они проговорили до появления врача, а затем разъехались по домам. Андрей был занят разводом, когда Света позвонила ему. «Очнулась. Андрюш, она очнулась». Мужчина бросил все дела, даже не успев ни о чем задуматься. Он был в больнице уже через полчаса и тут же сжал в объятиях, бросившуюся к нему Свету. «Где она? Ты уже видел ее? С ней все хорошо?» — протараторил он, озираясь по сторонам в поисках ответов. «К ней пока не пускают». Не сдерживая широкой улыбки, ответила Света. «Нам разрешат увидеться, когда закончат осмотр. Надя с Синечкой тоже здесь. Не знаю, как мы все ей расскажем. Меня все трясет». «Не бойся. Все будет хорошо. Раньше у Людочки была только мама, а теперь их будет две. Мы станем хорошей семьей, вот увидишь». Светлана и Надежда часто пересекались в больнице. Общее горе помогло женщинам примириться друг с другом. Поначалу Света испытывала ярость и хотела отобрать Людмилу у нее, но потом поняла, что это она чужая для своей дочери. Надя оказалась хорошей матерью. Именно она вырастила Люду таким прекрасным человеком. И именно она была ее семьей. «Сеня», — проговорила Людмила, едва увидев сына. «Боже, мама, дай мне его скорее». Она протянула руки к ребенку и заплакала, крепко обнимая его. Надежда села на кровать, целуя дочь в лоб, щеки и нос. Она не могла сдержать слез счастья из-за того, что с ее девочкой все хорошо. Но одновременно ей было стыдно и больно, ведь пришло время во всем признаться. «Андрей Михайлович, а вы что здесь делаете?» Людочка, возможно, сейчас не самое подходящее время. «Люда, девочка моя». Светлана несмело сделала шаг в сторону кровати. «Доченька», — обратилась к растерянной Люде Надежда, «ты должна кое-что узнать». После трудного рассказа три пары глаз выжидающие уставились на растерянную Людмилу. «Вы серьезно? Мне это не чудится? Врач сказал, что со мной все в порядке. Я точно не повредила голову», — смотрела она на собравшихся в палате, переводя взгляд с одного взволнованного лица на другое. «Вы не можете быть моей мамой», — посмотрела она на грустную свету. «Мам, чего ты молчишь? Это правда? Ты украла меня ради денег?» «Все не совсем так», — вмешался Андрей. «Ситуация сложная, тебе нужно время, чтобы все переварить». «Вы правы. Мне нужно остаться одной. Прошу, уйдите все. Все. Мама. Сеня останется со мной. Я хочу видеть только его». Несколько дней подряд Светлана, Надежда и Андрей продолжали навещать Люду, но она по-прежнему отказывалась принимать посетителей. Она проводила время лишь с сыном, не уставая целовать его улыбающиеся личико. Вскоре Людмила смогла принять тот факт, что прошлого ей никак не изменить. Она не могла отмахнуться от произошедшего и игнорировать своих биологических родителей. Как мама Арсения, она понимала чувство Светы и не представляла, как бы жила, если бы у нее украли сына. С надеждой она все же поговорила и сказала, что не держит на нее зла. «Ты все равно моя мама и я тебя люблю. Мне нет ближе человека, чем ты. Я никого не потеряла, а наоборот, приобрела. Будем жить большой семьей». «Спасибо, доченька», – со слезами на глазах ответила Надя. Она уже не верила, что дочь ее простит и захочет общаться дальше. Когда Людмилу выписали, Андрей предложил им с надеждой переехать в его дом. «У каждого будут свои комнаты и ванны. Можете не переживать, места всем хватит. Это как собственная квартира, но в большом доме. Вместе же лучше, чем порознь». «Пап, ты уверен, что мы тебе не помешаем?» – спросила Люда. «Нет, ты что. Я хочу видеть вас с Сенечкой каждый день. Хочу, чтобы мой внук рос у меня на глазах, раз уж с дочерью так не вышло». «Я не могу принять ваше предложение», – заявила Надежда. «Я для вас совершенно посторонний человек». «Надя, ты нашу дочь воспитала, да ты нам роднее всех родных», – заверила ее Светлана. «И я тут тоже буду, поэтому не переживай. В нашем полку странных родственников прибудет». За то короткое время, что Андрей и Светлана пробыли вместе, обретя Люду, они поняли, что старые чувства никуда не делись. Они не стали ходить вокруг да около, не таились и не стеснялись. «Судьба так распорядилась», – сказал как-то Андрей во время вечерней прогулки. «Видно, суждено нам было пройти через все это, а потом снова встретиться». «Я больше не хочу тебя терять». «Сейчас все встало на свои места. Мы вместе, у нас есть дочь. Разве неправильно будет жить всем под одной крышей?» «А как же бизнес? У меня там дом, участок», – задумалась Света. «Тебя останавливает только это? Дом можешь оставить за собой, а можешь и продать. Бизнес тоже твое дело». «Нет уж», – решительно заявила Света и заглянула любимому в глаза. «Я больше не хочу жить в доме человека, который привязал меня к себе моим горем». Он столько лет плясал вокруг. Говорил, что любит, а сам отнял у меня ребенка. «Мы ведь оба в пищевой промышленности крутимся, можно объединиться». Предложение Светланы об объединении бизнеса пара рассмотрела более детально и вскоре пришли к выводу, что решение выгодно для всех. За несколько дней дом Андрея оброс коробками с вещами новых жильцов. Надя и Люда были в восторге от комнат, которые им предложил хозяин дома. «Можете переставить все по своему вкусу, все как хотите. Сделаем ремонт в любом стиле», – подмигнул им мужчина. «Спасибо, пап, мне очень нравится. Теперь засеяние глаз да глаз нужен, есть где затеряться и нашкодить». «Нянек ему хватит», – рассмеялась Света и потянулась к внуку. «Да, мой сладкий, тебе нравится у дедушки с бабушкой». Светлана и Андрей также перебрались в другую спальню, чтобы ничто не напоминало им о присутствии в их жизни Оксаны. О бывшей супруге Андрей слышать не хотел, а Толя жил теперь на два дома. Он не хотел выбирать ни сторону отца, ни матери. Если бы не поступок матери, его бы не было на свете, но и ее обман он не поддерживал. «Пап», – обратился Анатолий к Андрею после ужина. «Прав ты был, ни пара мне, Алена». «Вы расстались? А я-то смотрю, ты поникший какой-то ходишь», – искренне заинтересовался отец. «Она поняла, что я бездельник», – Толик виновата опустил голову. «Я на ее фоне вообще никто. Это ты бизнесмен, владеешь всем и работаешь, но не я. Алена давно в модельном бизнесе и сама себя дорогу пробивала. Поняла, что я обычной хвосту ныне подхожу ей». «Что ж», – Андрей предложил сыну сесть рядом и похлопал его по спине. «Значит, пора браться за голову, чтобы быть кем-то, как считаешь?» «Видимо, пора», – вздохнул сын. «А ты мне поможешь? Научишь меня всему?» Андрей был приятно удивлен интересом сына к делам семьи. «Научу, если ты серьезно ко всему отнесешься и бросишь прожигать жизнь. Однажды меня не станет, и ты столкнешься с трудностями. Куча денег – это еще не все. Сегодня они есть, завтра их нет». «Люда уже на курсы пошла, скоро будет управленцем в ферме». «Что? Люда уже учится? Так быстро?» – тут же переполошился Анатолий. «Она соображает быстрее тебя», – рассмеялся Андрей. «И ты не теряйся, догоняй. Здоровая конкуренция пойдет во благо вам обоим». Первое время и Людмила, и Анатолий чувствовали себя неуютно в компании друг друга. Люда недоумевала, как при своих связях и возможностях то ли ничего не умел, а он считал, что она просто рисуется перед отцом. Но потом он поборол гордость и обратился к ней за помощью. Люда не стала воротить носом и пошла навстречу, подтягивая его по программе. Вскоре их практически нельзя было застать порознь. «Твоя концепция просто супер!» – восклицал Толик, выслушивая идею к проекту, над которым им задали подумать в бизнес-школе. «А мне твои идеи понравились. Один парень на занятии предлагал что-то подобное, но он не смог до конца все продумать, и его предложение показалось нереальным. А ты так просто нашел выход!» – хлопнула в ладоши Людмила. «Они хорошо повадили, правда?» – заметила Света, наблюдая за детьми. «Мне кажется, даже слишком!» – проворчал Андрей. «Ты чего?» – рассмеялась она. «Он ведь твой сын, он не обидит Люду. Да и смотрятся они неплохо, правда?» «Оказывается, ты такая романтичная!» Андрей усадил Светлану к себе на колени и поцеловал в щеку. Родители заметили зарождающиеся между Толей и Людой чувства раньше, чем они сами. Молодые люди часто проводили все время вместе, и их интересы вышли далеко за рамки дружеских. Анатолий первый признался в симпатии. «Я больше не могу терпеть. Не могу держать себя в руках, когда ты рядом. А если у нас не получится?» – с сомнением спросила Люда, будучи совсем не против прикосновения этого человека. Рядом с Толиком она вновь ощущала счастье и не боялась ему довериться. «Обязательно все получится. Верь мне. Ну и Сене ведь нужен папа». «Осталось придумать, как сказать родителям. Мы точно странная семейка», – хихикнула Люда с лукавым прищуром. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго!